Осенняя призывная кампания идет полным ходом. Чтобы ознакомиться, как проходит призыв, глава района посетил Одинцовский военный комиссариат. У входа в военкомат Иванова встретил начальник отдела военного комиссариата Вячеслав Клявень. Глава района провел смотр запасного командного пункта, отделение оповещения связи, после чего его ждали на третьем этаже для того, чтобы начать заседание призывной комиссии. Пять лет назад у нас каждый третий призывник был признан ограниченным годным к военной службе, либо негодным вообще к военной службе. То есть 33% несли в армию служить, то на сегодня этот процент снизился до 20%. В основном идут служить сухопутные войска, это порядка 35-40% призывников. На втором месте по количеству призывников, которые идут служить в те или другие виды, это ракетные войска стратегического назначения. Далее идут военно-космические силы, потом идут воздушно-десантные войска. Вячеслав Клявень доложил, что все задания выполняются в срок. Весенний призыв число новобранцев составило 245 человек. Задача на осень набрать порядка 270. Глава района, в свою очередь, отметил, что в военкомате есть сложности с материально-техническим обеспечением, которое не отвечает современным требованиям. И эту проблему необходимо устранять. Мы, как администрация района, составим некий совместный сейчас план, некую дорожную карту, как будем в ближайшее время помогать нашему военкомату именно с точки зрения материально-технического обеспечения. Есть проблемы с оргтехникой определенные, она уже устарела. Зачастую призывники приходят не только по повестке, но и по собственному желанию. Это всегда приветствуется в военкомате. Вот и этот молодой человек принял такое самостоятельное решение. Врач огласил выводы о его состоянии здоровья, а заместитель председателя комиссии Вячеслав Клявень предложил на выбор род войск, куда его можно будет направить, изначально узнав о его личных предпочтениях. Призывник выбрал воздушно-десантные войска. Его желание комиссия поддержала и выразила единогласное решение призвать его на службу ВДВ. Радует то, что наши призывники, которые идут служить в армию, они потом отправляются в части недалеко от дома. Это в основном центральный округ, это северо-западный округ, западный. Порядка 30% из призывающихся хотят служить в сухопутных войсках. Многие желают попасть в ракетные войска, что еще раз подчеркивает все-таки Одинцовый город ракетчиков, и многие из молодых людей хотят идти по стопам своих дедов, отцов, старших братьев и также попасть в ракетные войска. Поэтому этот символ Одинцового город ракетчиков, я думаю, долгие годы будет сохраняться. Глава района остался доволен результатами работы комиссии, отметив, что в военном комиссариате достойные условия и прекрасная команда. Эти лидирующие позиции необходимо обязательно сохранять. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.